Музыка Всего на Сахалине и Курильских островах действует 53 особо охраняемых природных территории регионального значения. Все они делятся на заказники, памятники природы, а также есть один природный парк. Правила нахождения там разные. Самые строгие существуют в заказниках. Как правило, туда даже приходить без специального разрешения от областного министерства лесного и охотничьего хозяйства нельзя. Не говоря уже об охоте или промышленном рыболовстве. Охраняют богатство животного и растительного мира на особо охраняемых природных территориях сотрудники сахалинских лесничеств. Это от них прячутся любители пострелять там, где стрелять нельзя. И не только потому, что будет убито животное. Звуки выстрелов могут спугнуть редких птиц и зверей и навсегда отвалить их от привычных мест обитания. Мы постоянно ведем охрану данных территорий. В надзорных мероприятиях принимают участие как сотрудники Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, так и государственные инспектора сахалинских лесничеств, государственного казенного учреждения. Вот именно в этом году, например, получилось так, что очень большое внимание было приковано к заказнику Северный и к озеру Бусе. В этом году прошло комплексное экологическое обследование территорий заказника Северный в Ахинском районе. Вообще такие обследования проводятся на каждой особо охраняемой природной территории один раз в четыре года. Это делается для того, чтобы можно было оценить реальную картину экологической обстановки в том или ином заказнике. И возможно изменить режим особо охраняемой природной территории. Заказник Северный знаменит тем, что в его лесах водится ставший уже краснокнижным северный олень. В реках живет калуга. Ее добывают из-за черной икры. И рыба давно обосновалась на первых страницах все той же Красной книги Сахалинской области, Российской и Международной. А еще здесь уникальный растительный мир. Именно здесь человек, приехавший сюда впервые, может почувствовать настоящее дыхание севера. Невысокие, кряжистые деревья, но яркие краски цветов и растений. И огромное количество редких видов. Здесь, например, есть такая береза шмита. Она произрастает только на этом полуострове. Он называется шмит. Также здесь есть береза железная. Она вообще, кроме этого места, вообще нигде больше не произрастает. Только здесь. Особо охраняемую природную территорию изучали ученые. Они обследовали сухопутные участки заказника и прилегающую к ней морскую акваторию. Ученые-мужи сделали заключение. Режим заказника северный можно и нужно изменить. В целом эти изменения были направлены на развитие туризма, познавательного, экологического, экстремального туризма на данной территории. Потому что в соответствии со стратегией развития особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации мы должны уделять этому внимание, в том числе и развитию туризма на особо охраняемых природных территориях, как бы это ни звучало. Многие путают категории особо охраняемых природных территорий и считают, что все наши особо охраняемые природные территории должны действовать по принципу заповедников. Вы знаете, что, например, в заповедниках самые жесткие режимы и запрещена практически любая деятельность, не связанная с функционированием данных заповедников. Результаты исследований ученых легли в основу проекта постановления правительства Сахалинской области о внесении изменений в режим этой особо охраняемой природной территории. Однако государственная экологическая экспертиза, организованная региональным министерством природных ресурсов, вынесла отрицательное заключение, ссылаясь на некоторые недоработки, которые допустили ученые во время исследования заказника «Северный». В дальнейшем сотрудники Минлесхоза намерены продолжить работу с учетом сделанных замечаний. Сейчас идет активное оснащение островных лесничеств новой техникой, причем поступают новые улучшенные образцы отечественных машин специального назначения. Также закупается техника для тушения лесных пожаров. Если, например, в 2015-2016 году мы приобрели большое количество техники, снабдили основные те лесничества, которые нуждались больше всего, и то, например, в следующем году у нас бюджет меньше по приобретению техники, но и потребность снизилась в лесничествах. На сегодняшний день я считаю, что лесничество им по силам справится с той нагрузкой, которая на них ложится. Одно из направлений деятельности Министерства лесного и охотничьего хозяйства, неразрывно связанное с сохранением особо охраняемых природных территорий, это борьба с пожарами. Красные машины на базе газа специально оборудованы для тушения именно лесных пожаров. Техника оснащена устройствами, которые защищают лобовое стекло от веток. В запасниках машин есть все необходимое для пожарного десанта. Несмотря на век электроники, в горящем лесу без физических усилий возгорание не потушишь. Советник регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства Александр Труш наглядно показал, как нужно действовать универсальным топором, он же мотыга. Раньше пожарным приходилось носить с собой сразу несколько ручных инструментов, теперь два в одном. Повредить ноги ей невозможно. То есть, когда рабочий идет прокладывать в полосу, то есть ударом топора выносит вот так вот грудь, а обратной стороной подрубаются корни. То есть, очень удачный агрегат. И всего носить его нужно только один. Не нужен топор, не нужен мотыга. Сами машины давно заслужили добрые отношения со стороны лесных пожарных. За неприхотливость, проходимость и надежность. Она краткобазная, проходимость у нее больше. Оснащена полностью подкачкой, механической лебедкой. На пересеченной местности данная машина зарекомендовала себя со всех лучших сторон. Мы уже не первый раз приобретаем такие единицы. И надеемся, в будущем будем дальше переоснащать наш парк. Но без тягача в Сахалинской тайге и тундре не обойтись. Новая единица гусеничной техники, по мнению ее водителя, не ездит, а летает. Особенно, если сравнивать со старыми образцами. Машина просто пышет неизрасходованной мощностью. Виктор Кунах, бывший танкист, механик-водитель и разбирается в гусеничной технике. Задача Виктора – привести к месту возгорания в тайге пожарный десант. Я езжу, где очаги есть, или отбиваем очаги, на людей вожу, останавливаемся, отбили, и все, дальше поехали. Где я вот так вот катаюсь, я смотрю. Я говорю, ну, когда бывает тяжело, что пожарная машина не может проехать, я там проезжаю, людей вожу туда. Борьбой с браконьерством в особо охраняемых природных территориях занимаются все те же сотрудники островных лесничеств. Войну с нелегальными охотниками и рыбаками ведут несколькими способами. Рейды по лесам, рекам и болотам устраиваются регулярно. И также регулярно они приносят свою лепту в общее количество пойманных с поличным браконьеров и составленных протоколов. Еще более эффективными оказались внеплановые проверки подконтрольных территорий. Зачастую деятельность лесничих напоминает работу силовых структур. Собирается оперативная информация о местных браконьерах. После анализа сведений сотрудники Минлесхоза вычисляют примерное место будущей нелегальной охоты. Лесничие устраивают засады на наиболее злостых нарушителей природного законодательства. Если человек успеет убить зверя, например, северного оленя, то откреститься от убийства рогатого краснокнижника уже не получится. Сам факт нахождения человека с ружьем на территории заказника уже является нарушением и наказывается штрафом. А если убито охраняемое законом животное, то и сумма штрафа возрастает многократно, и можно запросто получить тюремный срок. И еще повезет, если условный. Также руководство Министерства лесного и охотничьего хозяйства региона применяет практику ротации кадров. Поработав в одном лесничестве, специалист переезжает в другое, а также создаются межрайонные оперативные группы, состоящие из инспекторов разных лесничеств. Человек из другого района приезжает, у него другой взгляд совершенно на это все. Он просто сразу видит где-то нарушения какие-то, те, которые уже не видят у кого-то, может быть, замылился взгляд, да, там, ну, у тех, кто постоянно на этой территории работает. Ну и силовая поддержка, конечно, потому что, вы знаете, в рейдах не всегда все так хорошо. Не каждый человек спокойно подписывает протокол, оплачивает штраф и уходит с территории. И зачастую бывают и стычки с инспекторами, и угрозы. И поэтому мы стараемся в рейды вообще не выезжать без сотрудников полиции, правоохранительных органов. В 2017 году Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области намерено активизировать действия по выявлению тех, кто оставляет после себя мусор на особо охраняемых природных территориях. И в первую очередь это акватория озера Буссе. Оно является памятником природы. Этот статус не запрещает посещение водоема людьми без письменного разрешения. Рыбаки оставляют на льду то, что принесли с собой. Уже сейчас лесничие выходят на лед почти ежедневно и предупреждают людей об ответственности за загрязнение природного памятника. Но если отдельные личности не внимают голос у разума, в дело вступает закон. И можно запросто расстаться с довольно крупной суммой из-за собственной лени и невоспитанности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова